На гостей с вениками каменные слоны взирают спокойно. На своем веку они повидали немало. Это один из символов Самары – дача со слонами. Так ее прозвали в народе еще сто лет назад. На самом деле это дача купца, архитектора и художника Головкина. И строил он ее по своему собственному проекту. Это памятник модерна – один из объектов культурного наследия федерального значения. Дом уже давно оброс легендами и страшными историями. Даже сегодня охранники рассказывают, что ночью в пустом здании слышно, как кто-то передвигает мебель. Есть легенда о том, что под одним из слонов захоронена дочь самого Константина Головкина. И после этого начали происходить какие-то необъяснимые вещи. Многие басиленцы, которые здесь жили, позже начали съезжать отсюда, жалуясь на что-то необъяснимое. Мистики не испугались три десятка самарских школьников. Некоторым из них пришлось встать в пять утра, чтобы доехать сюда из Куйбышевского района. На территории около особняка убирают мусор и прошлогодние листья, подстригают разросшийся кустарник. Делать все это вызвались сами. Директор 33-й школы рассказывает, когда они вышли на муниципальное предприятие «Ремжил-универсал», в виде которого и находится дача со слонами, там удивились этой школьной инициативе. Познание, оно, конечно же, начинается с удивления. Предварительно, конечно же, мы деткам рассказывали, что есть такое уникальное место, насколько оно мистическое. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, безусловно. И вот когда дети заходили на территорию, они ахали, они действительно ахали, им было интересно. Судьба этого памятника архитектуры школьников заинтересовала. Тогда-то у них и родилась идея составить коллективное письмо в Министерство культуры, чтобы и там обратили внимание на проблемы этого уникального места. Очень часто задают вопрос, что нужно сделать, чтобы воспитать настоящих патриотов. И вот волонтеры – это как раз тот мотивационный стимул для детей, чтобы стать патриотами. Прийти и убраться сюда, прийти и убраться в любой парк. Школьники обещают сюда вернуться. Работа здесь для них еще осталась. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.